Добрый день! Как вы думаете, что общего между началом лета, нафтогазом Украина и рынком земли? На первый взгляд ничего. С другой стороны, сегодня такой день, что несколько этих событий совпали. Началось календарное лето. Киевляне могут радоваться солнцу, радоваться теплу, а заодно и радоваться появившимся в городе палаткам партии Родина. Ну, та, которая Батькивщина. А вчера радовались решению арбитража по делу нафтогаза и газпрома. Напомню, что если бы Украина проиграла этот суд, то государство вынуждено было бы заплатить ни много ни мало 30 копейками ябдов зерени. Газпрома за тот газ, который в принципе даже не брали, потому что была такая гениальная формула, бери и плати. Но давайте обо всем по порядку. Итак, утро. Еду мимо метро, кодем местечко, и вижу красивую, традиционную для Киева белую палатку. Ну, не маф, то есть мафов там и так много, грязи обнутренных плакатов тоже, но и все это буйство украшает белый такой квадратик сверху с пирамидкой и надпись «Народный референдум и зупыны раскрадания земли». Думаю, интересно, подхожу ближе. Кто же землю расхищает, что там такое происходит? Подпись «Батькивщина», ну, с одной стороны, может быть и они, может и не они. Вижу дедушку в партийной символике, фотографирую. У дедушки в руках красивый такой кусочек картона. Это когда упаковки от сигарет продают, там на нем с другой стороны написано «Прима». А с той стороны, которую он показывает людям, от руки написано, что это, оказывается, сбор подписей за референдум о запрете продаж земель сельскохозяйственного назначения. Думаю, странно, почему бы это именно сегодня? Почему среди лета? Почему не как-то раньше? На первый взгляд, нелогично. Потому что, ну, даже были майские, когда люди просто гуляли, были выходные. То есть, логично было бы ловить людей как раз-таки в это время. А нет. Паранки появились сегодня. В чем же дело? Для того, чтобы понять, в чем дело, необходимо немножечко сделать экскурс в историю. Если помним, что тема референдума и бьют, и вечно прекрасный, точнее, уже очень долго живущий, прекрасный, лидера этой партии Илья Владимировна Тимошенко, она не нова. Не далее, как в 2014 году, леди Ю обещала провести референдум и инициировать его о вступлении Украины в НАТО. Было не менее странно, потому что, ну, если сейчас действуют моратории на продажу земель, тогда в НАТО, в принципе, Украину никто не звал. Туда не вступают, туда приглашают. Вот, ну, леди Ю стучала кулаком по столу, кричала, что вот, мы проведем референдум. Ну, точно так же, как она говорила о том, что в Украине создается всеукраинский рух ОПРУ, национальный рух ОПРУ, прошу прощения, и говорила там о десятках тысяч добровольцев, которые уже организуются в батальон и поедут на фронт. Но все эти заявления, они были перед президентскими выборами. Выборы прошли, про рух ОПРУ никто и не вспоминает, то есть даже сайт перестал обновляться в середине 2014 года, но референдум о НАТО, ну, он так, как говорится, и прошел. Естественно, что все эти инициативы были нужны с одной утиритарной целью. Они помогали немножко мобилизировать электорат и заработать лишние пару процентов на выборах, на тот момент президентских. Парламентским ни рух ОПРУ, ни референдуму о НАТО были уже не нужны. Настроение общества изменилось, то есть, соответственно, про эти инициативы забыли. Но зато дальше была в начале игра в коалицию, потом, когда увидели, что в коалиции дела плохи, то с коалиционного корабля первыми побежали, естественно, члены партии Родины, то есть Батькивщина, которая громко хлопнула дверью, объявила, что народ обворовывают, что качество жизни падает, и партия Родина, она же Батькивщина, и Юнис Медный прекрасный, очень долгое время прекрасный лидер Юлия Владимировна Тимошенко будут защищать бедных украинцев от произвола злобных властей. Ну, хотя, вроде бы, они еще сами недавно были властью. Ну, ладно, это ставим в покое. Итак, защищать начали, начали поднимать несколько тем, то есть там были, если помните, тарифные майданы, попытка создать майдан в защиту бедных вкладчиков, в которых аж 12 тысяч валютных банковые майданы, курс по 5, курс по 8, то есть было много-много инициатив, которые почили в год. В конце концов, была инициатива о том, что необходимо, мол, увеличить зарплаты населения. Но время шло, премьеры менялись, и новый премьер вместе с президентом решили немножечко поиграть на поле тех же самых популистов. То есть конец 16-го года, начало 17-го знаменовался несколькими весьма интересными инициативами. Во-первых, это повышение минимальной заработной платы, во-вторых, это индексация пенсии, соответственно, с уровнем зарплаты, наведение новых льгот и так далее. Тут появилась интересная риторика той же самой Батькивщины, она же Родина. То есть эта партия вдруг, которая еще пару недель назад заявляла, что необходимо увеличивать доходы граждан, вдруг резко заявила, что повышение зарплат это смерть для экономики. Ну, в принципе, почему бы нет? Хорошо, так быстро поменяли ориентацию. Причем самое парадоксальное, что я, например, тоже вполне солидарен с последним тезисом, что увеличить зарплаты без увеличения производительности труда – это и деятельность. Ну, как бы там ни было. Дальше попытались зацепиться за тему земли, но вот беда. Парламент делал и проголосовал за продолжение моратории на продажу земли сельхозназначения. Вообще беда случилась. Почему беда? Да потому что, если до конца 2016 года рейтинги как Батькивщины, так и Юрия Владимировна росли, то начало 2017-го, на фоне того, что основные аргументы выгодят из-под ног, несмотря на то, что не в органы мы бежали с коллекционного корабля, рейтинги начали падать. То есть Батькивщина сейчас, чтобы не быть голословным, скажу, с 18% в августе 2016 года к маю 2017-го, по данным социологической службы рейтингов, упала до 14%. Ой, до 14%, прошу прощения. Юлия Владимировна лично в президентском рейтинге с 18% по состоянию на январь 2017-го года к маю упала до 14%, ой, до 15%, прошу прощения. Согласитесь, плохо, некрасиво, нехорошо. Надо чем-то народ поднимать, надо чем-то мобилизировать ректорат. Да вот беда. В 14-м году, когда из родины, она же Батькивщина, уходил основной актив, с кровавым пастором Турчиновым, ушли значительно часть наиболее активных людей, а заодно они прихватили и спонсоров партии. То есть структур нет, денег нет, с потенциальными спонсорами разрукались. Но зато есть вечно зеленая тема земли. И есть те, кто по этой теме всегда выступает категорически против продажи. Думайте, крестьяне? Отнюдь. Агрохолдинги, которым просто выгодная, дешевая аренда земли и бесправные, скажем так, владельцы, которые ничего с этой землей, кроме как отдать в аренду тем же самым агрохолдингам, не имеют. То есть это единственная политическая сила, которая планомерно выступает, всегда выступала и будет выступать против создания рынка земель. Вуаля! Вот она гениальная идея. Таким образом, в начале 2017 года, если быть точным, в конце марта-апреля, Бютбать Кевщины заявляют, что мы будем инициировать референдум о запрете продажи земель в сельхозназначение. Странно, вот вроде бы запрет действует, действует мораторий, но при этом какой-то референдум. Они даже провели то ли партийный съезд, то ли съезд инициативной группы. ЦИК взяла в рассмотрение документы. Ну а дальше было решение окружного административного суда города Киева, который постановил не проводить дальше некие действия центральной избирательной комиссии, не регистрировать группу. Решение, кстати, пока что не вступило в законную силу. То есть она, насколько я понимаю, еще оспаривается. Тем не менее, Юлия Владимировна заявила, что это преступный сговор преступной власти, ну и так далее, что типа мы этого так просто не оставим. Дело было в конце апреля. Дальше месяц тишины. Ну действительно, тишины, потому что сильных информационных поводов не было, как из-за светки на улицах. И вдруг появляются палатки. К чему и как? О чем это может свидетельствовать? Это может свидетельствовать о нескольких вещах. Первое. Тему референдума о земле достали из загашника, но немножко облагородили. То есть поменяв вопрос, который в инициативной группе звучал, одну минуточку сейчас почитаю, как. Чем петры будет продолжение и случая забороны на продаж земель сельскохосподарших признашений без строкового? Это был вопрос, который они планировали в единственном референдуме. Ну а теперь на палатках нарисованы зубыны раскрадания земли. Оно близко, но как-то не совсем то. Короче, взяли более красивый и более простой, то есть запоминающийся массами лозунг. Нашли деньги на палатки. Это ключевое, потому что, как мы помним, основные спонсоры из партии Родина, она же Батьковщина, ушли. Значит, появились новые спонсоры. Наняли людей, пытаются, кстати, хедхантеры Юлию Владимировну работать достаточно активно, предлагают хорошие деньги. По крайней мере, к некоторым моим знакомым обращались с предложением заплаты по 24 и по 27 по 30 тысяч гривен. Но это уровень руководителя регионального штаба. К чести людей посылали, но как бы там ни было. Деньги есть, деньги крутятся хорошие. Итак, что это дает? Ну, во-первых, тема земли, она вечно зеленая, она всегда всех волнует. И традиционно украинская страшивка, что приедут иностранцы всю эту землю раскупят, украдут и вывезут на самосвалах, она, ну, традиционно пугает плебса. Второе. Сам референдум, точнее сбор подписей, это вообще беспроигрышная вещь, потому что это сериал такой долгоиграющий. То есть палатки могут стоять сколько угодно долго, зато информационных поводов может быть много. Например, захотели палатку поставить на рельсах, палатку не дали поставить. Можно заявить, что преступная власть снесла палатку за сбор подписей. Каждую неделю можно заявлять, что очередной миллион украинцев подписался за запрет, скажем так, рынка, земель, сельхозназначения. Можно пиариться по телевизору. В конце концов, можно в один чудесный момент собрать ящики из какой-нибудь бумагы, подвести по цик и сказать, что это, мол, подпись. Самое прекрасное в этом то, что проверять никто не будет. А потому что инициативная группа не зарегистрирована, процесс не идет по закону. То есть сбора подписей, согласно Кринского законодательства, пока не идет. Будет отменено решение окружного административного суда, вот тогда колетики начнут крутиться сначала. Но то, что было до этого, это никуда не идет. Это туалетная бумага. Таким образом, можно принести туалетную бумагу даже под цик и заявить, что преступная власть не приняла голоса. Но дальше уже на сколько хватит воображалки. Можно заявить, что хоть 40 миллионов украинцев. Хотя по моим подсчетам, 40 миллионов украинцев в Украине сейчас нет. Как бы там ни было. Все это прекрасно. И это прекрасный, чудесный, просто превосходный старт компании. Какой компании? А тут как раз таки, если посмотреть, что делает власть и с судом над Януковичем, и с арестами, и с попыткой взять под контроль нафтогаз, и с повышением пенсии, зарплаты и так далее. То есть он говорит к тому, что Украину ожидают очередные и неочередные выборы. Кого? Или парламент, или президент. Это уже в зависимости от того, как на банковую увидят, какие будут предпосылки, какие будут старты в условиях. Но электоральная компания близко. Партия Блюд может набирать очки. Партия Блюд может за счет этого сбора подписей отстраивать и опробировать региональные структуры. А также активно работать со спонсорами. Кто спонсоры? Я не стоял со свечкой, но из наиболее вероятных это могут быть а. агрохолдинги, б. это господин Фирташ со товарищей. Почему Фирташ? Ну потому что они уже имели опыт конца 2016 года, попытка выкрутить руки тому же самому на Тагазу на 2017 год и проспонсировать фактически бесплатное обеспечение удобрениями крупных агропромышленных предприятий и продажу газа завода Фирташ по льготной цене. Пока что решение не принято, но как бы там ни было, эта спайка уже есть. Ну и кроме того, господин Фирташ, он кровно заинтересован в том, чтобы немножко болить, либо немножко пошатать существующей власти. Поэтому он имеет деньги, он имеет медийный ресурс, как например ТРК Интер, и прикупить параллельно на распродаже одну из наиболее популярных политических партий, почему бы нет. С этим разобрались. Что будет дальше? Ну дальше будет веселая, интересная вещь, рассказы о вечной защите прав бедных селян, пугание теми же самосвалами, которые будут вывозить украинскую землю, ну и долгий-долгий сериал со сбором подписей. При этом естественно, что Юлия Владимировна будет крятленно заверять, что она всегда стояла на позиции защиты граждан. Но вот с этим всегда тоже не задачка вышла. Есть такая вещь, как интернет и база данных, они помнят все. Крутим назад немножко 2008 год. В парламент вносит законопроект номер 2143, вносит 28.02.2008 года, законопроект под названием «Про рынок земель». Что же это за законопроект? Инициатор законопроекта Тимошенко Юлия Владимировна, Кабинет министров Украины. Ну так написано на сайте. Этим законом предполагалось ввести свободную продажу земель, в том числе сельскохозяйственного назначения. А покупателями должны были выступить, среди прочего, те, кто не может присниться даже в страшном сне сегодняшним апологетам принятия закона о рынке земель. А именно, Юлия Владимировна предлагала, чтобы украинские земли могли покупать, иноземные громадянные, громадянные особые безгромадянства, иноземные юридические особые, спильные предприятия и так далее и тому подобное. Иноземные державы. Прекрасно, правда? И вот тут мы подходим к еще одному очень интересному факту. Сегодня Юлия Владимировна против рынка земли. В 2008 году была за. И в 2008 году она подписала договор о поставке газа с «Газпромом». Помните, там с чудесной формулой вычисления цены и формулой «бери или плати». Тот самый договор, который оспаривал НАК «Нафтогаз», который вчера одержал победу. Соответственно, если бы этот договор действовал, то Украина должна была бы заплатить сегодня, еще раз повторяю, больше 34 миллиардов долларов. Неустойки фактически за газ, который она не потребляла. А теперь давайте представим, что бы было, если бы действовал закон, который в 2008 году вносил Юрий Владимирович Тимошенко и действовал договор о цене и формуле «бери или плати» с «Газпромом». Сегодня бы Украина сидела по уши в долгах. И государство Российской Федерации могло бы просто обратиться к кабинету министров Украины с обычной просьбой. Давайте вы в полном соответствии с украинским законодательством «продадите нам кусочек вашей земли». То есть кусочек Крыма. Например, полуостров Крым, отдельно город Севастополь, Донецк, Луганскую область, еще там что-то, Днепропетровскую, Одесскую. И самое смешное, что действительно, если бы все это прошло, то и России не нужно было бы на все Крыма, России не нужно было бы, скажем так, война на Донбассе. Она бы просто тихо, мирно задолгила бы значительную часть территории. Но, повторюсь, это если бы история не терпит сослагательного наклонения, что было, то было. То есть, слава богу, этого не случилось. Ну да, есть война, но, по крайней мере, есть надежда, уверена, что рано или поздно эти земли вернутся, если Украина того захочет, естественно. Ну и поскольку, если мы не принимаем, то Юлия Владимировна Тимошенко сегодня выступает против рынка земли. Субтитры создавал DimaTorzok